Сейчас я хочу рассказать вам другой способ рассуждать, который тогда придумал Савкин. Он основан на очень красивой идее, на идее проекции. Между прочим, довольно многие неравенства можно при помощи этой идеи доказывать. Идея такая, звучит смешно. Если какая-то величина всегда больше или равна какой-то другой, то и среднее значение тоже больше или равна. Согласишься, это очевидно? Вот если у вас Вася всегда учится лучше, чем Маша, то и средняя оценка у Васи будет лучше, чем Маша. Так? Тем не менее, как ни странно, решать не задачу. Единственное, надо понять, какую величину мы рассматриваем. В каком смысле? Для любого отрезка в пространстве можно рассмотреть его проекции на все прямые, проходящие через начало координаты. Давайте я сейчас даже узнаю, с каким же коэффициентом там все это будет. Хотя вообще-то коэффициент, который там получается, абсолютно нам не интересен. Почему? Потому что, когда вы берете любой отрезок, то средняя, это его длина, умноженная на какой-то коэффициент, который вы сейчас найдете. И когда берете другой отрезок, то средняя тоже его длина, умноженная на коэффициент. Поскольку коэффициент будет один и тот же, что на самом деле нам не так уж и важно, чего он на самом деле равен. Но давайте сейчас решим такую задачу. Отрезок расположен вдоль оси абсцисс. И пусть он будет некоторой длины L. Вот у меня есть отрезок длины L. Рассмотрим сферу радиусом 1. Вот это 1. Отрезок длины L, а сфера радиусом 1. Сфера встроена примерно так. Согласны? Для каждой точки сферы рассмотрим проекцию. Проекцию нашего отрезка длины L на это направление. И усредним по всей сфере. Кто-нибудь помнит, чему равна площадь сферы? 4 третьих пи р куб. Вообще-то это объем шага. Но правильно. Такая формула есть. Хорошо. А как из этого получить площадь сферы? А есть замечательная идея. Надо взять чуть-чуть увеличить R. Заменить R на какую-то другую величину. Смотрите, что вот будет. 4 третьих пи это будет по-прежнему. А здесь будет R плюс чуть-чуть. Давайте вот эти чуть-чуть обозначим буквы H. Хорошо? И, смотрите, вот это объем шага радиуса R, а это объем шага радиусом R плюс H. И взять разность. Это мы можем сделать. Держу. Объем шага радиусом R плюс H минус объем шага радиусом R. Ну, 4 третьих, это, конечно, можно вынести за скобку. А в скобке будет очень просто. Здесь я чуть-чуть забыла. В скобке будет очень просто. R плюс H в кубе минус R в кубе. Вообще-то мы знаем формулу. В куб сумму прекрасно знаем. Получается 4 третьих. Чего? R в кубе и уничтожается 3R квадрат H плюс 3RH квадрат плюс H в кубе. Ну, хорошо. H можно вынести. Получится 4P разделить на 3 умножить на H. А здесь скобки 3R квадрат плюс 3RH плюс H квадрат. Господа, когда H будет маленьким, то вот эти слагаемые ничтожно малыть в сравнении с 3R квадрата. И значит, на самом деле, с точностью до H квадрат, с точностью до H куб, это будет вот что такое. Это будет 4P R квадрат H. Согласны? Вот и всё. Значит, это и есть площадь. Вообще-то одно из определений, единственное разумное определение, площади поверхности, это называется площадь поверхности по Минкутскому. Когда вам дали поверхность, надо рассмотреть её окрестность, посчитать объём этой окрестности и разделить на ширину слоя. Разве так? Так, значит, вот она, площадь сферы 4P R квадрат. Значит, мы знаем, на что надо будет делить. Делить надо будет на 4P, градус сферы объединяющей. А вот дальше довольно трудная штука. Почему? Потому что надо понять, какая же это самая проекция. При этом надо пройти по всей сфере. Фактически надо посчитать интеграл по сфере. Как это делать? В данном случае несложно. Потому что вы можете сферу разрезать вертикальными плоскостями, плоскостями перпетикулярными. Аси абсцисса, вот это плюс x. Да, вот это вот пусть будет у меня плюс z. Там где-то есть плюс y, неважно где. Важно, что я проведу много-много-много параллельных плоскостей на близких расстояниях, да? И разрежу сферу на такие, не знаю, как дольники, да? Такие вот. И для каждой из них проекция будет примерно одна и та же. Согласны? Это же здорово. Достаточно будет знать, чему равна площадь вот этой самой дольки и умножим на проекцию, посчитаем интеграл, все получится. То есть присутствующих считал хоть раз в жизни интеграл. Видите, таких человек есть, да? На площади параболы. На площади параболы. Вы параболы считали, да? Вроде помню. У нас почти что Архимед. Просто Архимед наш с того, что посчитал, да, площадь параболы. Замечательно. Видите, человек? Нет, нормально. Я даже рад тому, что... Никто не знает. Что называется, это для вас будет более-менее первый раз в жизни. Понимаете, вы, что делали. Вообще-то, вообще-то, это очень важно. Понимание того, что в математике есть не только, там, решите квадратное уравнение. Х квадрат равняется 9, да? Но и в математике есть действительно интересное решение, которое дает реальный результат. Вот сейчас, посмотрите, мы хотим решить абсолютно практическую задачу. Мы берем случайный отрезок, смотрим, какая у него будет проекция напрямую, и... Понимаете, да? И спрашиваем себя, ну, что же, какая же там будет величина этой самой проекции. Поэтому, когда мы вот возьмем этот отрезок и несколько раз проекцируем на разное, то вот в среднем должно получиться столько. Вот сколько? Так вот, оказывается, что для того, чтобы сделать то, что я сейчас хочу, сначала нужно кое-что потрудиться поделить. И, между прочим, там результат тоже будет совершенно потрясающий. Нужно научиться считать площадь поверхности усеченного конуса. Объясняю, причем есть плотус. Вот, если кто-то из вас пытается сейчас представить шарик, то обратите, да, как устроен шарик, то смотрите, смотрите, что будет. Географическую карту кладите. Вы согласны, что будет так? Так называемый параллель, да? Вот есть экватор, есть параллель. Следующая параллель, да? Ребята, а вы понимаете, что в какой-то момент у нас здесь будет наклон? Вот вначале почти вертикально. А здесь наклон, а здесь даже еще наклон. А здесь даже... Согласны, да? А поэтому нельзя говорить, что когда вы проведете эти плоскости, у вас будут почти цилиндры. Вот неправда. Не будут у вас почти цилиндры. У вас будут такие скушенные штуки. А если скушенные, то нужно обязательно научиться решать такую задачу. Дан не цилиндр, а дан... Вот представьте себе, что вот эту конструкцию мы превращали вокруг вот этой оси. Понятные идеи? Поняли, да? Называется усеченный конус. На самом деле, нужны какие-то размеры, иначе не посчитать ничего. Веду вам размеры. Вот этот отрезок, пусть будет некоторой длины А. Ну, соответственно, с этой стороны тоже отрезок будет длины А. Вот этот отрезок будет Р маленькая. Вот этот отрезок будет Р большое. Понятно, ради большой оттурности, ради маленькой оттурности. Согласны, что эти данные определяют картинку. Найти площадь такой... Площадь боковой поверхности усеченного конуса. Давайте. Давайте снять, правда. Вы все сможете. Это прямо сходу можно делать. Как вы это будете делать, интересно? Полезно. Вот у нас там есть отрезок А, его продолжение до вершины, обозначим B. Что? В прямом смысле. Вам же полезно очень... Вот этот отрезок. Давайте пусть пишите букву B. Другое дело. Мы хотим, чтобы потом эта буква B исчезла. Ну, а пусть пока будет. Как считать вообще площадь боковой поверхности конуса? Ведь надо его разрезать. Надо взять ножницы. И вдоль, например, вот этой прямой разрезать. Сейчас это совершенно не популярно. А вот когда я был маленький, то почти всю еду запаковывали в бумажные кульки. Вы, небось, даже не умеете это делать. Я думаю, что есть газеты, и его сворачиваешь... Там семечки обычно. Нет, всякое. Семечки можно лучше туда насыпать, да? Вот. Просто сейчас полиэтиленовых пакетов настолько много, и так хорошо и не умеют все делать, что в газеты почти ничего не купуют. А тогда было очень много вот таких. Так вот, представьте себе этот бумажный кульок, и мы его разворачиваем. Что тогда получается из конуса? Из конуса... Да. Ну, вообще, окружность. Не то, что окружность, это дуга окружности. Дуга окружности... Причем, радиус какой? Радиус... Радиус такой уже. А? Радиус такой уже. А плюс b. Вот рисуйте картинку, пожалуйста. Но причем, что интересно, получится не весь круг. Что-то такое, правильно? Вот с таким центром... Так? Здесь у нас будет а. Да? Здесь у нас будет b. Чему будет равна длина вот этой дуги? 2πr большой. 2πr большой, конечно. 2πr большой. А чего равна длина вот этой дыгой? 2πr маленькая. Все. Смотрите. У вас есть формула, которая дает площадь круга. Пишите. пи а плюс b в квадрате. Замечательно. Но вас интересует не весь круг, а только его доля. Хуже того. Вы еще должны вычесть вот это. Значит, надо минус и b в квадрате. Надо выбросить вот этот круг, все это поставить в скопки и взять от этого некоторую долю. Какую долю? Дробь, в числителе которой 2πr большое, а в знаменателе 2π умножить на а плюс b. Если взять и циркулями нарисовать полный круг, и нарисовать здесь полный круг, тогда у вас будет кольцо. Правильно? И его площадь мы написали. А сейчас нужно взять кусочек, какой-то доли, длина вот этой кухи, и у вас известная длина, если вы ее провели всю. Надо взять соответствующую долю. Берите, в числителе 2πr большое, а в знаменателе 2π на а плюс b. Ну, сократили. Да. Ну, 2π безусловно. 2π решают. Дальше вот, к сожалению, сокращение будет плохо. Дело в том, что доля, которая составляет вот эта окружность от окружности равенусом b, такая же, как доля, которая составляет нижняя, от окружности равенусом а плюс b. Так я в одном случае напишу так, а в другом случае напишу так. Почему? А потому что сократиться лучше. Ну, 2π в любом случае сокращается, конечно, да? Ну, смотрите, здесь с а плюс б сократиться хорошо, а здесь с б сократиться хорошо. Но π в любом случае выносим. Итак, что у нас получается? π, да? А, r плюс b, r большое, минус что? Минус, сейчас, b. Минус b, r маленькая. И вот теперь, к сожалению, мы дошли до момента, когда нужно суметь освободиться от b маленькой. Хоть выражение и хорошее, а все равно, все равно надо понять, именно надо понять, как же у нас b маленькая выделяем, каким-нибудь способом сделать, чтобы маленького не стало. Ну, вообще, подсказка уже была. Отношения мы знаем. То есть, вот эта дробь и эта дробь одной дружи. Мы знаем подобие. Если делишь r маленькое на b, то это то же самое, что когда делишь r большое на a плюс b. Или, если угодно, r маленькое на b, это то же самое, что r большое минус r маленькое на a. Понимаете, что это то же самое, да? Замечательно. Вот, значит, сюда надо все видеть, отсюда написать, чему равно b, и сюда поставить. Для этого совсем не так. Да, и что же будет? Смотрите, вот эта штука. b умножить на разность радиуса. Это равно r на a. Это равно r, да? Это r маленькое умножить на a. И, значит, что у нас получается? То есть, прекрасно это получается. b умножить на сумму радиусов умножить на a. Так вот, ребята, так вот формулу никогда не пишут. Ее пишут другим образом. Умножают и делят на 2. 2π умножить на полусумму радиусов и умножить на a. 2π, это получается вся окружность. А это сегодня арифметическое радиусы. Да, и что? А, мы, получается, все, можно сказать, эти дуги проходим. У отрезка есть середина. И вот этот отрезок, это в точности полусумма радиусов. Согласны? И получается, что 2π умножить на вот эту полусумму – это длина траектории центра тяжести отрезка. А что такое a? Ну, это просто длина этого отрезка. Так вот, ребята, оказывается, что это не просто случайность, а есть такая великая формула дюльдена. Дюльден. Между прочим, этой фамилии очень не повезло в русском языке, потому что в разные годы его записывали всеми возможными способами. Не дюльден, а гульден, гульдин, ну и еще разные варианты, что там можно придумать. Так вот, это в любом случае все равно один и тот же человек. Проволосы потрясающие. Если у вас есть любая кривая, которую мы вращаем вокруг некоторой прямой, кривая, неважно какая, мы ее вращаем, так что получается тема очень приятная, то площадь поверхности оказывается вычисляется так. Надо посмотреть, где центр тяжести соответствующей веревки, вот если равномерно, распределенную массу, да, посмотреть, он, кстати, не обязательно на самой кривой лежит, посмотреть, какую длину он в пространстве описывает, и умножить на длину веревки. Такая сегодня роскошная формула. Мы с вами нашли вот эту прекрасную формулу для площади поверхности. Ну, смотрите, господа, во-первых, когда вы проецируете через эту точку, и когда вы проецируете через эту точку результат, конечно, будет один и тот же, да, потому что мы смотрим длину проекции, а не ее знак. Поэтому лучше сделать так. Лучше здесь написать 2 и интегрировать по половине сферы. Здесь будет интеграция. От чего до чего? От нуля до единицы, понятно? От нуля до единицы. Теперь надо уже нарисовать новую картинку и на ней понять, какая же будет величина проекции. Что у нас есть? У нас есть ось Х, теперь уже есть просто ось У. Уже берем простую картинку. И представьте себе, на некотором расстоянии Х мы берем прямую. Вот это отрезок длины 1. Здесь есть какой-то отрезок длины L. Господа, нас интересует длина вот этой проекции. Был отрезок длины L, превратился вот в этот. Как ее найти? Это очень просто. Вот если этот угол обозначить буквой ФИ, то это вы должны взять L косинус ФИ. Хорошо. А что такое вообще-то косинус ФИ? Ну, косинус ФИ – это вообще-то Х. Значит, попросту вы должны взять L косинус ФИ. Очень простая форму на этой проекции. К сожалению, вы должны не просто взять проекцию, а вы должны еще взять площадь того абадка. Поняли, да? Вот теперь это интересный вопрос. А что это за абадок? Так я для него думаю, как это интересует. Опять меня круг. Все-все-все, все-все, все-все, все-все-все. Круг радиус 1. И теперь надо разбираться с абадком. Господа, вот здесь есть отрезочек маленький. Давайте его обозначим Dx. Вот эта величина, пусть будет x. Оказывается, когда вы берете две параллельные плоскости и вырезаете на сфере такую сферическую полоску, оказывается, площадь зависит только от длины вот этого отрезка. У всей сферы. Помните, чему равна площадь? 4π, правильно? Значит, там будет 4π. Так, длина этого отрезка сколько? 2. Вот, оказывается, надо взять, разделить на 2 и умножить на это самое dx. Это удивительная вещь, что, оказывается, есть очень простая формула. Кстати, интуитивно это не очень даже непонятно. Вот, смотрите, берем сферу. Ну, земной шамп, представьте. Оно, конечно, не совсем сфера, но очень близко, да? Довольно хорошая точность, это сфера. Вдоль экватора, отступая влево-вправо на километр. Представили такую полосу, да? Представили? Замечательно. Это будет огроменная территория. Длина экватора примерно 40 тысяч километров. И, значит, километр туда, километр туда, это будет сколько там? 80 тысяч квадратных километров, так? Отлично. Расстояние между этими двускостями будет очень близко к 2 километрам. Отлично. После этого переходим к северному полюсу. И от северного полюса вглубь 2 километра бурим, и перпендикулярную плоскость проводим. Казалось бы, будет небольшой кусочек. Так вот, теорему, которую я сейчас вам хочу доказать, объясняет, что это будет более-менее 80 тысяч квадратных километров. То есть, оказывается, когда берешь две параллельные плоскости, то в каком месте не имеет значения. Ну, конечно, если обе они пересекают сферу, да, если они не выходят слишком далеко. Вот. Как это доказать? А вот при помощи той самой картинки, которую здесь мы сделали. Смотрите. Смотрите, ведь какая история. При маленьких dx у нас вот эта штука очень похожа на конус. Согласны? Значит, фактически при очень маленьких dx, ну, а большой мы получим так, разрежем на маленькие кусочки, для каждого напишите это по сумме, да? Так вот, при маленьких отрезках мы можем пользоваться вот этим нашим достижением. Вспоминаем, что это за достижение. При очень маленьких мы должны сделать следующее. Должны взять длину вот этого отрезочка. Давайте я обозначу а. И так, пуща dx очень маленькая лична. Нужно взять а. Нужно умножить, как там было написано? Там было написано 2π умножить на полусумму. То есть, на этот отрезок, да? Давайте вот этот отрезок по высоте обозначим y. Значит, 2π умножить на y и умножить на а. Хорошо. Но что такое а? А – это наклонный отрезок. Ужасно интересно, как посчитать длину этого самого наклонного отрезка. Как считаете? Это, конечно, хорошее значение по диаметре. Она простая, но, на самом деле, она очень важная. Потому что, как только мы ее решим, то мы получим вот эту вот красивую формулу про площадь сферической полоски. Давайте я ее понятным образом объясню. Вот есть окружность, есть вертикальная ось, есть отрезок длины x, здесь отрезочек очень маленький, dx, так что все получается x плюс dx, да? И смотрите, какой отрезок нас интересует. Соединяющий вот эти две точки. Понятно? Как эту задачу решать? Да очень просто. Надо взять вот здесь вот отрезок, обозначить dy. Тогда смотрите, что у нас будет. Если вот этот вот вертикальный отрезок обозначить буквой y, тогда высота вот эта будет сколько? y минус dy. Согласны? Что мы хотим найти? Мы хотим найти dx в квадрате плюс dy в квадрате. Замечательно. А что мы знаем? Ну, вообще-то теория Пифагора мы знаем. Причем даже две штыки. Теория Пифагора звучит следующим образом. x квадрат плюс y квадрат равно единице. x плюс dx в квадрат плюс y минус dy в квадрат равно чему? Тоже единице. У нас есть теория Пифагора одна, а теория Пифагора другая. Вы читаете? Вы читаете, конечно. И сколько у тебя скажут? Получится 2x dx минус 2y dy плюс dx в квадрате плюс dy в квадрате равно нулю. Ребята, а вот дальше замечательная вещь. Мы для того и говорили, что возьмем маленькие отрезки, чтобы можно было вот это вот отпросить. Это одна из важнейших вообще идей математического анализа. Когда величина маленькая, то ее квадрат чаще всего можно вообще при маленьких отрезках вот эти величины вообще совершенно незаметны. И у нас получается при маленьких отрезках такое замечательное равенство, что x dx это с очень большой точностью то же самое, что y dy. Вы поняли? А значит dy, это знаете сколько? Это x разделить на y умножить на dx. И я могу сейчас сюда подставить. Осталось здесь привести к одному знаменателю и вспомнить, что x квадрат плюс y квадрат равно единице. То есть получится dx в квадрате разделить на y в квадрате. Давайте вспоминать, где нам это вообще нужно было. А, я вспомнил, это мы считали вот этот отрезок, правильно? Правда, не этот отрезок, а это был его квадрат, потому что мы примеряем теоремпифагору. Значит, сам отрезок это будет dx делить на y. Очень хорошо. Значит, тут в это место, вместо а, я должен написать 2πy умножить на dx и делить на что? На y. Игрек что сделал? Закратился. Все. Все. Как и было обещано. Я обещал, что площадь этой сферической полоски будет фактически зависеть от длинной отрезка. Так она и зависит от длинной отрезки. А поскольку для всей сферы у нас получается 4π, ну, значит, так и будет. А, собственно говоря, это и есть еще и способ посчитать площадь сферы. Потому что, смотрите, что у нас здесь получилось. У нас здесь получилось 2π умножить на y. А это то же самое, что 2π, правильно? Ну, π это буду написать. 2π dx. Ну и замечательно. А интеграл от минус единицы до единицы 2π dx, это как раз и есть 4π. Так что, вот это один из способов получить сферику. Хорошо. В любом случае, мы с вами теперь знаем, что площадь сферической полоски, она вот такая. 2π умножить на dx. Значит, для того, чтобы решить задачу окончательно, нужно сделать следующее. Здесь написать 2π x dx. Потому что я напоминаю, что... Нет, не x. 2π x dx. 2π x dx. Осталось чуть-чуть. Потому что это уже совсем простая вещь. Кстати, а вы знаете, как тут же самое рассуждение рассказывают те, кто знают производную? Дело в том, что я здесь все правильно рассказал, но я рассказал с позиции человека, который еще не выучил, что такое производная. Тот человек, который выучил, что такое производная, так никогда ничего не делает. Потому что это и есть фактически вот этап, когда будешь производным. Он делает так. Он говорит, что если у нас есть соотношение x квадрат плюс y квадрат равно единице, то мы можем продифференцировать обе части. Здесь у нас получится 0, а здесь у нас получится 2x плюс 2y, y штрих. А значит отсюда y штрих это минус x разделить на... Ну а теперь как написать dx в квадрате плюс dy в квадрате. Понятно, как dx в квадрате умножить на 1 плюс y штрих в квадрате. А y штрих в квадрате это как раз x в квадрате делить на y в квадрате. Ну и дальше все как на том. Хорошо. Хорошо. В любом случае это правда. И в любом случае нам осталось посчитать буквально совсем чуть-чуть. Нам осталось посчитать... Так 4π и 4π сократиться. Это неинтересно вообще. Останется посчитать интеграл от 0 до 1 и 9 ц. Так, 4π сократилось, l вынеслось за скобку. x до x. Так. Ну, кто-нибудь понимает, что это такое? Вот у нас есть 0, у нас есть 1, есть функция y равно x. И нас интересует график y равно x. Какая часть вот под ним? Сколько? Какая, господи? Замечательно. Сократилось 4π, 4π. Значит, осталось вот это. Одна вторая. Потому что надо перемножить, красить, делить на 2. И получается l пополам. Между прочим, если здесь получилось 2l или 2020l, то я бы совершенно возбудился. Потому что при проекции длина отрезков уменьшается. А если получилось l пополам, то это вполне ревнистично. Понятно, да? Но вообще-то для того, чтобы решить задачу методом Савкина, все, что я сейчас долго-долго считал, абсолютно не нужно. То есть мне просто захотелось вам рассказать заодно, и чему равна эта наследняя величина. А важно, что здесь получается какой-то ответ вида l умножить на постоянное число. И вот сейчас, пожалуйста, подумайте, как, рассматривая проекцию тетраэда, доказать про те самые 4 трети. Это честное слово очень легко и, с другой стороны, очень красиво. Тетраэда АПЦД была какая-то прямая, на которую он что? Спроектирован. Он был спроектирован. Получались какие-то там точки. А штрих, Б штрих, С штрих, Д штрих. Так? Замечательно. Решил был тетраэдов К элементов. Понятно? А вы понимаете, что когда вы его проецируете, то его проекция не вылезет за пределы проекции тетраэда АПЦД? Согласны? Да. И значит, смотрите, что я могу сказать. что сумма проекций, а тут очень важно, что вообще-то под словом тетраэда, я же имею... АП, АС, АД, ВС, да? ВД, СД. У каждого отрезка своя проекция. Так? У каждого отрезка своя проекция. И это некоторая величина. Сумма длин проекции. Так вот, давайте мы ее обозначим какой-нибудь... Итак, сумма длин проекции. Так, давайте вот эту величину обозначим буквой ИС. Отлично. Еще есть другая величина. Есть, собственно говоря, вот этот отрезок. Вот этот отрезок. На этой картинке это А штрих, Д штрих, вообще может быть другой. Итак, Игрик это длина проекции. Игрик это длина проекции. Тетраэдра АВЦД. Но есть еще другая штука. Есть еще у тетраэдра К элемент в проекции. Давайте З. это длина проекции. Длина проекции. Вот здесь вот значит это ребер да? Ребер АВЦД. Здесь длина проекции АВЦД. А здесь длина проекции К элементов. Ну и здесь еще отрезок Т. Это сумма. Чего сумма? длин проекции да? Сумма длин проекции риопер чего? К Л М Н Отлично. Вот господа есть 4 величины. Скажите пожалуйста какое неравенство совсем очевидное. Вот между какими из этих величин есть такое совсем очевидное неравенство. Посмотрите вот вот есть правильный большой внутри него К элемент. Как связаны между собой вот эти два отрезка? И как они у нас здесь обозначены? Абсолютно верно. Ну не так чтобы обязательно больше. Может быть случайно точка Л оказалась прямо в цель. Мы же не требуем чтобы К элемент был именно строго внутри детайна. Но уж точно что меньше или равно. Правда? Нет. И если действительно детайна внутри то тогда будет меньше. Хорошо. Значит мы пишем что у больше чем z. у больше или равно чем z. Хорошо. А вот теперь очень важная история. Сумма длин проекций ребер и длина. Как они связаны между собой? Вот господа цитраэдер в сколько слоев покрывает вот этот отрезок? Как вы считаете? Вообще как узнать в сколько слоев где покрыто? Когда вы берете проекцию напрямую то у вас на самом деле в любую точку прямой переходит вся плоскость перпендикулярная согласна? Все проекции напрямую все понимают? у вас есть палочка вы берете любую точку в пространстве и плоскость которая проходит через нее перпендикулярная палочка согласны? И вся эта плоскость прорецируется в одну точку перпендикулярная точку замечательная плоскость пересекает в скольких точках на ребра тетраида какие варианты? когда у вас есть тетраида это 4 точки соединенные отрезками и вы его режете сколько будет у этой плоскости точек пересечения? треугольник может получиться запросто треугольник например на нашей картинке возникает вот в этом месте когда вот так разрезаешь получается треугольник уголок бывает треугольник еще 4 а больше бывает почему потому что когда есть плоскость то у вас либо одна вершина тетраяда с одной стороны 3 с другой это будет треугольник либо дверь с одной две с другой это больше не бывает в три три и это означает что у нас есть замечательные неравенства на вот эти два числа и вот на эти два числа. Смотрите, с чего мне на самом деле хочется. Мне хочется, чтобы у было меньше или равно скольких-то х, а z было наоборот, больше или равно скольких-то х. Господа, давайте сначала отвернемся здесь. y, лучше давайте так, x, x это сумма длин проекции. Давайте напишем, больше или равно скольких-то х. Почему оно больше или равно? А потому что каждая точка минимум в сколько слоев? В 3, конечно. Каждая точка минимум в 3 слоя. Поэтому х больше или равно, чем 3у. Отлично. Ура. Мы с этим разобрались. А теперь здесь z и t. Я наоборот хочу сказать, что t не может быть слишком большим. Тогда получается отверстие. Конечно. Почему? Потому что больше, чем в 4 слоя не бывает. Значит, на самом деле, у нас, когда вы берете величину t и величину z, и когда вы z умножаете на 4, то это будет обязательно больше или равно, чем t. И, соответственно, z больше или равно, чем 1 четвертая. Теперь смотрим, что такое x, сумма длин проекции. Что такое t, сумма длин проекции. И вы получили, умножали на 4 в обе части, что t меньше или равно, чем 4 трехи. Это для проекции. Ну, ребята, рассмотрев все прямые и по ним усреднив, мы получим, что среднее значение величины t – это половина суммы длин рёбер. t, а среднее значение величины x – это половина суммы длин рёбер t, а, b, c, d. Ну, половинки выбрасываем и просто получаем, что сумма длин рёбер t, а, b, c, d не больше, чем сумма длин рёбер t, а, b, c, d. Заметьте, пожалуйста, в этом решении огромная часть была одной произносена только для того, чтобы вы привыкли к этим словам проекции и так далее. То есть вот все эти рассуждения про сферу, про полоски и так далее вообще не по делу, а фактически для математика здесь по всём этому рассуждению всего лишь две фразы. Фразы такие. При проекции рёбер тетра это напрямую, каждая точка будет покрыта не более, чем в 4 слоя и не менее, чем в 3 слоя. Понятно? Всё. Решение вот это вот при помощи проекции, если привыкнуть к этим проекциям, оно вообще мгновенно. Ничто не покрыто больше, чем в 4 слоя и ничто не покрыто меньше, чем в 3 слоя. Всё. Ну, а если формально расписывать, то вот так. Спасибо. Спасибо.